В предметах средствам самообороны, регламентация применения перцовых баллончиков осуществляется законом об оружии. Их использование также устанавливает 24-й федеральный закон о применении оружия гражданами. Он допускает применение перцовых и иных распыляемых аэрозолей в случае возникновения угрозы жизни, здоровья или имущества. Таким образом, применение должно осуществляться только в экстренных ситуациях и с предварительным предупреждением. Когда же возникает подобная ситуация, например, если вас на дороге подрезали, а водитель направляется в вашу сторону с намерением разобраться, применение баллончика на этой стадии конфликта с высокой долей вероятности признают необоснованной. А сам владелец устройства может быть привлечен к ответственности по статьям Уголовного кодекса 116 побоя и 213 хулиганства. Наказание по этим статьям может быть вплоть до реального тюремного срока, пусть чаще всего с условным отбыванием. Многое будет зависеть от того, насколько серьезным оказался ущерб, причиненный оппоненту. Как действовать в такой ситуации? В первую очередь, не стоит самому проявлять агрессию. Выскакивать из авто и атаковать с баллончиком. Чаще всего агрессивно настроенный водитель ограничится криками и возмущением, после чего удалится. Если он при этом нанесет удары по автомобилю с появлением механических повреждений, можно будет сразу после этого написать заявление в полицию. Будет отлично, если при этом есть еще и запись с камерой видеорегистрации. Если же действия другого водителя являются откровенно агрессивными, он пытается проникнуть в салон, угрожает расправой и так далее, то в этой ситуации использование средств защиты, в том числе перцовый баллончик, является полностью обоснованным, середически, к точке зрения. Вместе с этим дополнительно атаковать хулигана, если он прекратил свои действия и отошел в сторону, не стоит. В последнем случае пострадавший уже оказывается в статусе нападающего, что позволяет его привлечь к ответственности. О произошедшем инциденте необходимо сообщить правоохранительные органы, особенно в случае, когда человек угрожал физической расправой. Данный момент крайне важен. Достаточно сказать, что уголовным кодексом уже сам факт угрозы психотравмирующих действий относятся к категории посягательств на жизнь и здоровье человека. Это вполне достаточно, чтобы привлечь обидчика к ответственности, вне зависимости от того, исполнил он на практике собственные угрозы или нет. В любом случае, имея в бардачке перцовый баллончик, необходимо всегда помнить, что это оружие, использование которого регламентировано законодательством. Из-за его неправомощное применение можно самому оказаться привлеченным к ответственности. Самым лучшим же вариантом будет не допускать конфликтов и стремиться погасить их в зародыше. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, жмите ваши лайки, оформляйте подписку на канал. Желаю вам бесконфликтных ситуаций. Пока-пока.